Лермонтов Вадим на сцене нашего театра, кто помнит, уже шел этот спектакль. Мне задают один и тот же вопрос, Сергей Владимирович, вы как исполнитель, первый исполнитель роли Вадима, вы будете испытывать там ревность? Как-то переживаете? Я говорю, нет. Я буду сидеть волноваться и проигрывать каждую сцену. Я вчера сидел на сдаче, я был весь мокрый, потому что я просто проиграл мысленно весь спектакль. Этот спектакль совершенно другой. Единственное, что он объединяет тот и этот спектакль. Конечно же, это Анатолий Сергеевич Гуляев. Мы немножко не отдаем себе отчет, но дело в том, что Анатолий Сергеевич Гуляев в 2001 году, когда был этот спектакль, он просто совершил серьезные события, потому что он сказал, что вот есть инсценировка, подошел ко мне и говорит, Сергей, хочешь играть в Вадима? Нет такой пьесы. Есть произведение Лермонтов недописанное, но я дописал. Он его дописал и достаточно удачно дописал. Спектакль несколько лет шел на аншлаг и имел большую популярность. Так вот, аналогов этого произведения, сценария и инсценировки нет в мире. Мы были единственны, на сегодняшний день, мы единственный театр в мире, где идет спектакль в Вадима. И, конечно же, когда будут проводить исследования, театралы, Игорь Сергеевич Шишкин обязательно, так сказать, пишет это в аналоге истории, да? Анатолий Сергеевич Гуляев пойдет в историю мирового театра, потому что он был первым, кто сделал эту инсценировку и поставил спектакль в Вадима. Сегодняшний спектакль – это постановка молодого, талантливого и уже достаточно известного режиссера из Санкт-Петербурга Дениса Кузнеякова. Мы принципиально пошли по этому пути, приносили современного и уже такого модного, раскрученного режиссера нового поколения. И не случайно, минуточку внимания, центральная московская пресса написала, что спектакль Петинского драматического театра «Вадим» входит в пятерку самых ожидаемых премьер в стране. Это все-таки четыре театра московских. Мы один реальный. Ну, я не буду долго говорить, потому что я очень волнуюсь. Я хочу сказать, что сегодняшний спектакль, конечно же, другой. Ну, там есть клан, там есть Лермонт, там есть автор, там есть дух Лермонтова, талант Лермонтова, боль Лермонтова. А сами понимаете, для современного театра, когда они берут классику и на сцене присутствует классика, присутствует автор, это большая редкость. Спасибо за внимание, за сцену, что пришли. И ни пуха не пера на сцену. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Боже. Ну, за что мне такое? За что такое унижение терпеть? Господь. Господь. Еми милость. Защити спироту гребучного. Почему? Господь. 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 Мне что это сказать? Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? Странный вопрос. Знаешь ли ты? Я тогда так. Мой отец меня оставил, когда я была ребенком. Твой отец был твоим, был богат и счастлив. У него как добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место со столом его. Товарищ по охоте, человек всегда стоявшийся рядом с церкви. Однажды на охоте собака твоего отца обскакала собаку его друга. Твой отец посмеялся. С той минуты началась непримиримая вражда. Его друг открыл старинную чашку о землях и выпил его, и опыт у твоего отца имени. Я видел его перед врачей. Кто ты думаешь, этот нежный друг? На протяжении семнадцати лет ни один язык тебе не шепел. Ты ешь хлеб, купленный кровью твоего отца. Ты еще благодарна ему. Благодарность. Слово изобретенное. Специально, чтобы обманывать честных людей. Лучше сдохнуть от голого грязащего в какой-нибудь костыне, чем влезать в руку китающей умней, а предки со стола. Трехлетним ребенком ты попала в руки этого преданного и бескорыстного друга. Он воспитался как рабу, а перед соседями хвастался свою благотворительность. Десять лет назад он играл твоими петлями, забавлялся твоим ребячеством. А теперь он готовит тебя для других постыдных утех. И это тоже месть, месть твоему отцу. Сколько страданий из-за того, что одна собака обскакала другому собаку. А ты почему ты... Я... Я твой брат. Продолжение следует... 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 Я обдумала и решилась, я не позволю, я не позволю этому бездушному человеку почитать меня за твою игрушку. Он обнимал, он целовал меня, он хотел подругаться надо мной. Вадим, клянусь Богом, клянусь Богом, который создал нас несчастье, во всем тебе поведала. Вадим, я знаю, твой удар не будет, папа не веет, если я сделаю это оружие в твоей руке, ты величий человек. Успокойся, я тебе открою свою мысль, обношу душу после смерти отца и оставил тебя ребенком. Меня взяли у простых, кормили без жалости, потому что я не был собак, и нельзя было меня утопить. Меня заставляли молиться, благодарить друга за свое безобрядие. Никто не искал моей дружбы, я всегда был один по нему, я стал всех и все ненавидеть. Я сбежал, сын мастерик, и сделал все нищий. Долго я пройден, без крови, без талища, пока судьба и послава мне человеку. Он мне открыл, что ты воспитываешь на палец, что он счастлив, в момент доволен, это меня замаловало. Наскину, Аллова! Я шла да бери, такой красава! А где ложь, а где ложь, а где ложь, а где ложь! Это звезды! Это звезды! Возьми! 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 Ольга! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прям пикли-пикли с утра... Ох... Спокойно, Господь... Дождались... Милого Юлечка... Ну хватит... Хватит нежности-то... Ну что... А может... Трубочку... Ну нет, батюшка... Я не охотник... Не охотник... А до чего другого... Большой охотник... Амур... 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 Ля... Бывало... Бывало... А теперь готовится... Женщины сразу... Трех похитряются любить... Мужик узаков... Гусарок для чувств... А кучина для удовольствия... Кучина для удовольствия... А ты б нам рассказал... Чего же не так плохо... Этакого... Которого... Гусарского... Глушки жмел... У нас... Никакого особенного пиканта... Не скучает... Причем... Пожалуйста... Вышло... В рот... Случилось... Это на время последний... Трехской кампании... Жаркие стычки... По берегам... Женая... Сверхали... Одна за другой... Много жды... Моя шпака... Умывалась кровью... Постольких... Аккаранов... И вот... Однажды... Убивший отред Турка... Я заметил ее... Из пудры... Умоляющих взглядов... чёрный глаз пощадить. Она была прекрасна, как Анна. Её скоблая грудь взрывалась малейшим вздохом. Я был при нём ей тело не душой. И вот однажды ночью я спал на ковре в своей палатке и вдруг, как у жаленых скорпионов проснулся. На меня из темноты смотрели два чёрных глаза и острых держав. Рад и проклятий, ещё вчера, ещё вчера я не насытно целовал эти глаза. Ещё вчера за эту маленькую ручку я готов был отдать всё, что у меня было. Я выкрутил у меня бюджалку, отшвырнул подальше. Разве смертью платит вас за жизнь? Какая наружность, какая душа? Ну, спеца, он метался, как ураненный из двери, потом успокоился. Спросил у неё, чего ты хочешь? Я хочу свободы, ответила она. Я отпустил её, но последний сказал, что без моей смерти можно получить свободу. И что это? И это всё? А не было продажение? Дома шеи. Было. На следующий день, на одном дворце с жёлтой головой я обратил повадик. И вдруг слышу. В одной палатке сдохнет знакомый снег, Заглянулся щель в раздор, он был один. Боже, правый, моя Зара В объятиях артиллерийского поручника пользовалась свободой, и умер. Нет. Нет, ушел незамеченным, я оказался не мстит. Но в душе поселилась бедущая печаль, хотел умереть по нему. Но шуметь по берегам дыла и мы вернулись домой. Потом в столице на пышных праздниках я, Я безоглядно чтил за измену Зара паркетных красавиц, Заводил их бешеной ревностью, безжалостной насмешникой. Эта безумная война сбавляла меня не только. Если кто-нибудь тебе сказал бы мне, что наступит время, я вновь поверю в женщины, Я бы очень удивился. Да, мне зря говорят. Бог ошибся, гласит. Первый раз в твое золото, второй раз в женщины. Ах! Паразиты! Чую, завтра что я жаловала с утра в год? Смеряк-то и с нами не желаешь? Ну нет, батя, нет. Не докажу удовольствию в войне с животными, Я бы что-то с матушкой позвоню? Ну, больному бою. Эй! Малой! Вадим-ка! Как тебе мой торгун? Батя, каждый человек великий достаток. Если будешь хорошо мне служить, будь членом моей милости. Моя борзая, оброна, это ты не узнаешь, что ли. Батя, да. Шестерильная щелилась, грудята, глазки оторвать. Хочу показаться. Пойдем, пойдем пока что. Не сперлируй! Спустя. Не правда ли? Как хорош твой господин! Не твой! Не мало! Я добровольно стал звукой и правда росли. И эта прекрасная голова упадет с плеч. Эти мягкие шелковые кудри, напитанные кровью, разомнятся. Ты помнишь клятку? Отец, скоро твой беспокойный дух благословил детей твоих. Скоро? Скоро уже. Мы долго ждали, зато не напрасно. Господь потрясает целый народ ради нашего умещения. На дону родился дерзкий безумец, который удалил тебя за государя. Народ принимает его с радостью. Твой мярин и путь. Рады же дать им дружку народу. И за твой праздник и праздник вино без крови им стало слава. ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон»